Два года назад после большого стресса Вера Павловна обнаружила, что практически не может есть. Иногда в течение двух дней с трудом пила лишь воду. Думала обострился гастрит, диагноз студенческих времен. Оказалось, ахолазии пищевода. Причем такой стадии, что далеко не во всех клиниках берутся за операцию. В таракальном отделении областной больницы пациентку вернули к жизни. Все сейчас хочу посмотреть снимок, как мне сказали, что желудка нет. Я говорю, а как? Потому что я сказала перед операцией, мне ничего не рассказывайте, я полностью доверяю врачам и все. Таракальные хирурги занимаются болезнями грудной полости. Не только диагностика, но и операции на легких, трахеи, дыхательной трубке, пищеводе. Этих врачей называют ювелирами операционного отдела. Хирургические вмешательства проходят в непосредственной близости от сердца. Люди подготовленные, высокопрофессиональные. Они все закончили часть ординатуры по таракальной хирургии, которая выделена отдельно. При подготовке врачей в этом есть необходимость. Сложность заключается в том, работой в таракальном отделении, что если брать, допустим, хирургию пищевода, здесь нужно оперировать и на животе уметь, и в грудной клетке, и на шее. Поэтому это требует очень серьезных подходов к подготовке специалиста. Врачи отделения активно занимаются научной работой, принимают участие во всех конференциях. Так, этим летом на Всероссийском конгрессе делились с коллегами успехами в малоинвазивной хирургии пищевода. Раньше операции на этом органе длились до 10 часов. Сейчас в 4 раза меньше. Технологии новые, вмешательства минимальные. Есть, например, современные сшивающие аппараты. Вот эта вот трубочка, это зон в пищеводе. Вот это вот светится скрепочный шов. То есть это как раз место, где сшивали искусственный, уже созданный пищевод с шейным отрезком пищевода. К тому же достижения анестезиологии позволяют снять с искусственной вентиляции легких еще на операционном столе, чтобы пациент попадал в реанимацию уже в сознании. Больной быстрее восстановится, а значит и домой отправится раньше. И касается такая ранняя активизация пациентов с самыми разными диагнозами. Таракальные хирурги отмечают, структура заболеваний с годами меняется. Если вспоминать середину и конец 90-х годов, тогда очень много пациентов было с травмой грудной клетки, которые поступали по дежурствам, по скорой помощи. Это были и закрытые травмы, и ранения какие-либо. Вот сейчас все-таки больше у нас людей с какими-то болячками. В последнее время нарастает поток, конечно, от злокачественных заболеваний. Здесь мы стараемся помогать нашим коллегам из онкодиспансеров, которые, конечно, не справляются со всем потоком с этой патологией пациентов. Злокачественное образование у Ольги Сенниковой обнаружили 7 лет назад. Онкология пищевода, начальная стадия. Впрочем, диагноз свой узнала уже после операции. Сначала в курсе был только муж. Говорит, помощь оказать успели вовремя. Дальше все зависело от ее воли к жизни. И силы нашлись. Уверена, теперь больше разбирается не только в людях, но и в мироздании. Захотела чего-то больше узнать, когда восстановилась. Мне стало интересно заниматься астрологией, нумерологией. И какой-то другой совершенно мир открылся. Может быть, даже благодаря этому толчку жизненному, что я осталась на этой земле. Таракальная хирургия в областной больнице развивается с середины прошлого века. С 1976 года это самостоятельное отделение. Теперь ежегодно здесь лечат больше тысячи пациентов.